Привет, друзья! С вами Антик, и мы продолжаем играть в Астронир. В предыдущем эпизоде мы с вами путешествовали на экзотическую планету, где повстречали очень много растений, опасных для жизни, которые растут и под землей, и над землей. Короче, игра их там очень много, поэтому мне планета не понравилась. В остальном я не особо нашел отличий каких-то от той планеты, на которой мы сейчас с вами находимся. Это наша домашняя так называемая планета, земной мир. Здесь у нас основная база. Ну и сегодня мы отправимся-таки на еще один интересный тип планет. Называется она Тундровая. Сейчас мы взлетим, и я надеюсь, она будет в зоне доступа. На базу, на домашнюю, я на самом деле прилетал, чтобы дозаправку сделать своего космического корабля. Как видите, у меня полный баг сейчас. Сейчас поглядим, где та планета у нас. О, слушайте, это-то экзотик, я думал, Тундровая. Вот она, Тундровая планета. Там вдалеке виднеется. На Засушливую мы еще слетаем. Давайте подождем, пока она подойдет в зону доступа. Чтобы быстрее до нее добраться, мне пришлось на Засушливую планету перелететь. И уже с нее мы можем добраться до Тундровой. На Засушливую я, кстати, еще не садился ни разу даже. Не представляю, что там находится. Но я так понимаю, там просто пустыня. Сплошная пустыня. Ну что ж, Тундровая планета. Мне кажется, что она то же самое, что экзотическая, только... И что гадать, давайте просто приземлимся и посмотрим. Сначала вот этот сектор. Тут, видимо, много снега. Но мы видим, что снежные биомы присутствуют. И там, и тут. Тундра это по определению лес, перемешанный со снегом, в принципе. Так что вполне предсказуемо все будет. Итак, высадились. Красная земля и снег. Я думал, будет лес какой-то. То есть растения, побольше растений. Ну что тут? Одна трава. Одна сплошная трава и пустыня. Тундровая пустыня. Так, ресурсы у нас здесь есть. Медь. Ух ты, ептать. Тут я упал. Какую-то яму с растениями. Из ресурсов у нас тут медь и гидрозин. Растет. Нет, это не медь, это... О, нет, это титан, слушайте, это титан. Редкий ресурс. Наверное, можно базу вообще в любом месте воткнуть, потому что кругом просто вот эти равнинные участки. Так, сейчас мы еще сгоняем. Наверное, в снежный биом. Хотя там что-то он виднеется еще. Там гидрозин. Блин, как хочется с собой взять на космическом корабле машинку, чтобы все-таки поездить по планете. Отчасти для этого я и хочу все-таки базу сделать на всех планетах. Но вот насчет экзотической планеты я уже сомневаюсь, на самом деле. Стоит ли там что-то делать, потому что она мало отличается от земной. И, в принципе, там ресурсы, там, такие же. Нифига себе тут рассвет прикольный. Зеленый рассвет. Короче, тут пустыня. Давайте тогда еще поищем интересные точки. От этой точки я не вижу смысла далеко уходить, потому что тут везде кругом одно и то же. Энергия растет. Можно, в принципе, пещерку прорыть. Ладно, сейчас мы что-нибудь поинтереснее найдем. Возможно. А вот пещера тут была. Черт, я ее не заметил. Сейчас какой-то более зеленый участок найдем. Хотя, в принципе, обязательно зеленый. Ну да, он достаточно зеленый оказался. Гидрозин тот же самый. В принципе, больше ничего интересного тут особо и нет. Не вижу, по крайней мере. Давайте зайдем в пещерку. Такие опасные колючки. Надо их обойти как-то. Черт, не обошел. Блин, полная пещера этих колючих гребаных. Можно, в принципе, тут свою дорогу прожить. Через стены. Черт, мне как бы отсюда еще выбраться потом? Опять эти гребаные растения растут. Ненавижу их. Кислород кончается. А, у меня же бак основной. Я думал, у меня еще есть запас-то. Нет, я сейчас умру в этой гребаной пещере. А, там кислород. Смотри, кислород. Нет, я умер не от того, что задохнулся. Меня растение убило. В спешке я побежал. Ладно. Окей. Первая смерть на этой планете незнакомой. Надо найти свое добро. Я ведь был близко к выходу. Вот этот кислород я хотел собрать. Гребаные растения мне не дали. Все, я вас убью за это. Гребаные гребы. Вижу вас. Да ептать, кто мне там фигачит-то? Я же всех убил. Верно, отображалось бы еще хп. Все. Сдохли все. Стенка мешает. А у меня не так уж и много было добра с собой. Между прочим. А, нет, слушайте, был он с кислородом куда-то пропал. Куда он пропал? Наверное, я его где-то выложил. А нет, он там отображался. Он там отображался, когда я положил обратно рюкзак. Но почему-то я его не видел, когда взял рюкзак. Посмотреть. Черт, какие-то баги. Или баги, или я опять что-то невнимательный, может быть. Черт, у меня уже пропало желание в эту пещеру лезть. У меня с собой титана нет тут, случайно? Если бы был титан, мы могли бы скрафтить еще один баллончик с кислородом. Который очень помогает. Но, в принципе, как вариант, можно опоры туда проложить. Вроде буря не налетает пока. Не планирует. Что ты будешь делать? Поставь себе, ты уже нормально. Так, у меня два стака всего опор. Я надеюсь, хватит этого. Ах, не буду выкапывать все это дело, чтобы потом не попадаться. Сколько что-то грибов-то, а? Белые грибы. Ну, мухоморы вообще-то похожи больше. По своей суке. Да-да-да-да-да-да. Подыхайте. Творюги. Так, я слышу уже чавканье. Это... Придурочное. Насколько вот противный звук может быть, я не знаю. Вот этой чавка нет. Настолько противно. Прям ворокет от этого звука. Давайте прокопаем тут все нахрен. Убьем это растение. Оно все еще не умирает. Все, сдохло. Это самым молодящийся газ. Кто-то написал в комментариях, что это микроорганизмы. Поэтому они за мной летят. Целенаправленно. Но можно сколько угодно, думаю, спорить. Что это вообще за дичь такая? По задумке разработчиков. Но пока что это просто зеленые пиксели. Которые за мной летают. Так, сколько у меня еще опор осталось? 1 стек практически полный. Надо строить путь вниз. Так, довольно-таки крутой подъем. Проверим спуск. Сейчас проверим, сможем ли они будут подняться потом. Да, подняться можем, в принципе, но не очень-то удобно. Эй-эй, полегче. Эй-эй, полегче. Раз уж у нас баллончик потерян, где-то я его то ли выложил, то ли потерял. Хрен его пойми. Скачу, я спуск воротил. Можно тут еще побегать. Так, там, очевидно, соединение и малахит. На стенках тут опять эта гребаная тварь висит. Осторожно, чувак, осторожно, не вздохни. Все-таки прыгнул. Да, тут есть уголь. На родной планете, на земной, мало угля достаточно. Трудно его найти. Вот так, ну, будет нормально. Короче, ладно, полэпизода мы строим этот подъемник. Так, уголь. Тут, на самом деле, ресурсов нормально. Так, можно, в принципе, тут базу и основать. Так, у нас тут алюминий. А, нет, пожалуй, это титан, между прочим. Похоже на титан больше. Нет, это все-таки алюминий. Да, лотерит. Это всего лишь лотерит. Так, опасное растение. Тут у нас титан. Стоит 50%. А сколько у меня еще аппорта? Есть парочка. Тут еще ниже уровень есть. Еще уголь. О, слушайте, чей-то рюкзак. Кто тут был и достаточно давно, судя по всему. Как он туда забрался? О, динамит. Слушайте, вот эту штуку я второй раз вижу за игру. Динамит. И пока что в исследованиях она не попадалась. То бишь, может быть... Есть даже технологии для изучения этого динамита. Но пока я не знаю даже, что надо там добыть такое. Уже достаточно мало объектов попадается неизвестных, которых мы еще не встречали. Практически не попадается, я бы сказал. В последний раз, когда я взял незнакомый объект и попытался его исследовать, мне выпало ничего. То есть просто исследование закончилось и ничего в итоге не получилось. Даже ресурса не дали. Но это был неизвестный объект, ну то есть истинно неизвестный объект. Я думаю, что разработчики впоследствии сделают как? Если мы какой-то объект уже исследовали, он уже не будет помечаться как неизвестный. Ну, назовут его известный объект или еще как-то назовут. Или, собственно, имя ему дадут какое-то. Потому что так вот мы неизвестные объекты находим каждый раз. Но они уже на самом деле известны. Мы их поисследовали. Когда мы неизвестный объект находим, в истину неизвестный такой вот, который мы еще реально не находили, по внешнему виду вот он уникальный, то мы получаем новую технологию. Ну вот, в принципе, большинство уже знает. Ну а если какой-то известный объект исследуем, то мы получаем ресурс. Так. Сейчас, короче, я дальше продвинусь. Только у меня еще аппорта осталось. Совсем немного, судя по всему. Ух ты, блин. Так, надо, слушайте, на такой скорости ставить опоры. Это прям надо научиться. Тренироваться. Две опоры осталось. Сейчас вот тогда пройду и все. Тут еще рюкзак. Нифига себе, тут какое-то кладбище просто астронавтов. Кладбище астронавтов. Охренеть, слушайте, это офигенное название для эпизода. Мне даже ничего придумывать не надо. О, кислородок. Это, слушайте, похоже на мой труп. Ну, то бишь, на труп астронавта моего. Офигенно, офигенно. Как раз вот это я искал. Так, я что-то заинтригован на самом деле. Надо бы еще подальше пройти. Может быть тут еще будут трупы. Мы эти трупы тоже редко достаточно встречаем. Трупы других астронавтов. Но ясное дело, это как бы не нашего астронавта трупа, потому что тут... Скафандр-то белый. У меня скафандр оранжевый. Один из моих любимых цветов. Так, уголь, уголь, уголь я оставлю в покое. Угля у нас на радиоактивной планете полно. Тут, слушайте, тупик что ли получается, да? Так, я точно ничего не забыл интересного? Органика только осталась. О, динамит, еще одна шашка динамитная. Ни хрена себе. Вот это мне везет. Просто этот динамит очень такой темный, я его не замечаю. Тут еще и батарея есть. Нахрен медь. Вообще полезные ресурсы. Эти батареи можно поставить на всякие здания. Вместо больших батарей. Просто офигенно, слушайте. Это клон Дайк. Кладбище гребаных астронавтов. Я сейчас, конечно, опасно делаю. Опасную затею. Так далеко убегать. Черт, не достаю. Наверное, он не убьет, если я подойду к этой штуке. Смотрите, он приманивает вот этой блестяшкой. Это хищник. Типичный хищник. Из-за него органическое выпадает. Нахрен это органика. По этим пещерам стоит все-таки слоняться, ради того, чтобы какой-то лут интересно найти. Типа трупов. Мне надо назад, короче, возвращаться. Я сейчас боюсь заблудиться. Ужди оттуда пришел. Да, оттуда пришел. Не, нафиг, слушайте. Опасно здесь блуждать. Мы парочку шашек динамита взяли. И, возможно, это какой-то будущий вообще объект. То есть, он по-английски написан. Вот его еще не ввели в игру толком. С чего он берется? Хрен знает. Все, я пошел вверх. Так, я тут оставлю их, короче. Я думаю, что базу мы тут поставим. В этой пещере тут, потому что надо еще просто кучу всего исследовать. Сейчас, подождите. Меня не отпускает все-таки. Я хочу еще поисследовать. О, кости, кости динозавра. Тоже давненько не видали мы. Так, стоп. Тут подняться надо как-то. Так, главное сейчас не напороться на какое-нибудь растение, которое меня убьет. Так, там объект достаточно вроде знакомый. Охренеть! Просто по фрейду. Гребаный ты дурак. Блин. Я надеюсь, там не забагается. Сейчас я смогу поднять динамит. И этот динамит как-то взорвал на шахте. Он на шахте где-то, на базе у себя. И сдох. Но для чего он нужен? Да ладно, блин! Все, капец, я забаговал. Это офигенно просто, это офигенно. Я так неосторожно пошел и сдох второй раз. Теперь мой второй труп. Короче, исчезнет. Блин, вот. Вот гадство. Как можно было так профигачить? Динамит. Профигачил динамит антик? Без лайка, подписка. Сдохните, твари. Я буду вам мстить. Они вот умирают и взрываются. Какая неприятная штука просто. Не сдохни, тварь. Закопать в волосях. Осталось что-нибудь, что живое-то. Так, ну давайте все-таки сходим, вдруг там... Мне повезет несказанно. Так, куда меня понесло-то в прошлый раз? Нет, не сюда. Это было дело внизу. Так. Вот, мне туда вроде понесло. Понесла мне нелегкая. Да поднимайся так где-нибудь, а. Нет, слушайте, сохранился рюкзак, похоже, что... Такое упадение не получается. Сейчас сдохну опять. Недостатка кислорода. Так, главное динамит взять. Остальное как бы не особо важно, но... Я все-таки соберу. Вот. Повезло мне, короче. Лидиум тут есть еще. Все, определенно мы тут ставим базу. Да стой ты, хоре. Сейчас сдохну опять. Вот, по части глупых смертей, это я, конечно, специалист. Если что, обращайтесь. Так, вот нормально. Все, вот так. Куда я кида? Что-то дорога-то. Тут-то у меня пусто. Я, кстати говоря, до костей так и не дошел там. До костей динозавра. Эх, жаль. Ладно, я хочу сейчас еще парочку точек посетить на этой планете. Но вот здесь мы... Соединения не имеются вообще, нет? Это вроде бы на корабле было. Да, вот оно. Здесь я хочу оставить маячок. Вроде место такое ничего. Так. Оно слушает... А, у меня рюкзак полон. Почему полон? Да вот у меня свободные места. Опять слушают какие-то баги. Что-то рюкзак у меня считается, что он полон. Рюкзак наполовину пуст. Маячок. Все. Бросаем маячок здесь вот в травку и нормально. Здесь мы будем организовывать базу нашу. Ну и полетим. Может быть еще какое-то получше место найдем. Конечно, не факт. Но посмотреть надо. Это всего лишь, по-моему, вторая или третья точка. Куда мы приземлялись. Можно попробовать вообще в снег чисто приземлиться. Со снегом, чисто со снегом, вроде тут мало территорий. Но вот сюда. Там вроде снега побольше. Месяц один тоже неплохое место для базы. Слушайте, тут я не был. Вроде бы не был раньше. Нет, я в пещеру больше не хочу лезть. В пещере я уже набегался. Похоже, тут ветра очень много и всегда он дует. Значит, придется тут ветра трубин оставить. Еще пещера. Так, у меня баллон с кислородом есть запасной. Если что. Ну необычно. Очень на тундровой планете какие-то красные биомы. Там у нас еще гидрозин. Можно с этим кораблик позаправить. Позаправить немного. Так, у меня что тут? Титана есть. Все. Не будем на это тратить время. Нет, все-таки рюкзак у меня забаговался. Не хочет тут ничего соединяться. А, нет, тут, слушайте, что-то есть. Просто оно не отображается. Все, понял. Вот в чем суть бага. Так, а тут в чем? Тут ничего. Все нормально теперь. Хорошо. Хотя бы с этим мы разобрались. Пещеру, сэр. Как бы не сдохнуть. Мне только вот эта мысль сейчас... Нет, нафиг не пойду. В пещерах мы уже полазили. Тут только какая-то пустынная точка. Кроме вот этого рассвета я ничего хорошего не нашел. Еще гидрозин. Все, это 40-50%. Полетим еще. Посмотрим последнюю точку. И, в принципе, с этой планетой все ясно будет. Где еще можно высадиться? В каком-нибудь, может быть, труднодоступном месте. Все, что мы еще не были вроде. Или были. Тут у меня трупы отображаются. Труп там лежит. Рядом с маячком. Недалеко от того места, где мы уже были. Но до сюда мы не доходили еще. Это у нас снежные горы. Снег, кстати говоря, такого зеленоватого оттенка. Вроде бы. Не тот зеленый, что цвет листвы. А тот другой зеленый цвет. О, 150%. Что-то не это... Около корабля был, а кислородом не подзарядился. Эй, вот это все же мне нравится. Но он, к сожалению, опасен. Как-то мы так заехали вглубь пещеры, а потом... Ну, а потом вы уже знаете, что было. Смотрели тот эпизод. Где был большой фейл с пещерой. Чувствую себя альпинистом каким-то. Вот там у нас маячок стоит. Отлично, отлично. Ну, короче, что-то тут на миле вокруг ничего нет. Тундровая планета по большей части пустынна. Никакой живности нет на поверхности. Живых растений нет, это меня радует. Хищных, я имею в виду растений, а не живых. И, конечно, тут живые все. По идее, это... Но никого не хотят убить. Цветы. Красный, красный белом забавный очень выглядит. С красными цветами еще в добавок. Но тут опять же пустынно. Ну что, я, наверное, подведу итог по этой планете. Мы на нее посмотрели. В пещерах есть литиум. Где-то ильгидрозин. Куча гидрозина на поверхности. Можно подпитываться. Особой ценности в этой планете я не вижу. Все-таки мне пока что привлекает больше. По-прежнему радиоактивная планета. Она менее красивая. Но зато там куча редких ресурсов. Которые нам могут пригодиться в будущем. Мы добыли динамит, который непонятно пока зачем нужен. Но можно его взрывать. Это я точно знаю. Мы, может быть, даже побалуемся этим делом. Ну а пока что на этом все. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. И вы ждете предложения. А с вами был Антик. Всем удачки. Пока. Я полетел. Продолжение следует.